Рэпер Тимати и его друг профессиональный спортсмен Илья Винокуров запустили элитный сервис по организации отдыха на островах. Под брендом 13 Surfing Camp Department на Мальдивах стоит лагерь, где звезды отрываются на пляжных тусовках и серфят по океану. С 30 октября стартовал очередной тур. Вчера отгремела первая вечеринка, а в ночь некоторых участников поджидали неприятности с заселением. Ребятам предлагались на выбор номера в домиках на берегу или же каюты на яхте. В рекламном видео демонстрировалась белоснежная красавица, где есть все удобства. Но уже в первый день заселения те, кто пожелал жить на воде, горько об этом пожалели. Отдыхающие заявляют. Организация такого уровня. Покупаешь люкс, а по факту получаешь Турцию три звезды. Естественно, мы не будем этого терпеть, мы будем до последнего просить нас переселить, либо сделать возврат. Обещанная организаторами шикарная яхта на деле оказалась не такой комфортабельной. Блогеры поделились, какими были их ожидания и чем все обернулось в реальности. Кругом ржавчина, торчащие провода, отсутствие элементарных удобств и еды. Стархит процитировал одну из участниц, владелицу бутика Black Star Wear в Екатеринбурге Анну Данилову. Нам обещали одно, по факту мы получили совсем другое. На яхте невозможно есть, там полная антисанитария. Мы забрали чемоданы с яхты и будем ждать, пока нас не заселят в виллу, либо сидеть на чемоданах на пляже. Анна была возмущена организацией отдыха от компании рэпера Тимати 13 серфинг департмент. Заказанная яхта и ее работники экстренно ушли на карантин прямо перед отдыхом девушки. Из-за этого ей предоставили лодку ниже классом, что крайне не устроила бизнесвумен. Я не вредная, но тут реально перебор. Каждая каюта стоит от 8600 до 10600 долларов. Каюты, как в хостеле, это полбеды. Все грязное, воды нет, кондиционер не работает, унитаз не смывает, зарядки не работают. А вчера я отравилась. Мне дали технический лед для воды, но это и к лучшему, так как есть тут невозможно. Написала она в сторис на своей странице в инстаграм. Проснулись мы в 5 утра от сильной океанской волны прямо в окно. Кондиционер на яхте не работал, и мы его открыли. Кровать вся мокрая, пытаешься встать и не можешь, потому что шторм такой, что чемоданы по каюте летают. За окном гроза, за бортом акулы. Пару раз себя ущипнула, чтобы убедиться, что это не сон. Организаторы сообщили бизнесвумен, что не смогут вернуть ей деньги, если это не сделает компания, у которой была арендована яхта. А найти более приличную лодку не получится, потому что они уже все арендованы из-за курортного сезона на Мальдивах. По словам Даниловой, ей предложили вариант с переселением в номер к трем парням. А в случае, если она захочет отдельный, ей придется доплатить 4,5 тысячи долларов. Такие варианты не устроили девушку. В итоге, бизнесвумен пришлось разбираться в ситуации самой. Она сумела пройти на ресепшн и сама вручную заселила себя на одну из вилл-отеля. Также Данилова решила рассказать обо всем Тимоти. Он пообещал девушке, что все будет круто.